Вопрос этот возник буквально 10 дней спонтанно, в течение 10 дней, буквально за 2 дня выходных, почти 900 подписей было собрано одесситами, проведен субботник, детский флешмоб, люди, конечно, были возмущены до бесконечности. Но многие не знают, что эта история тянется уже несколько лет. Еще первые вопросы, вот этот проект дороги был разработан в 2014 году, и мы получали ответы, что там прокладывается дорога, и ни о каких ремонтах, и ни о каких реконструкциях речи не шло. Речь шла о том, что это должна была быть построена новая дорога, и еще решением исполкома 25 сентября 2014 года управление дорожного хозяйства назначено заказчиком. Естественно, если управление дорожного хозяйства назначено заказчиком. Понятно, что это идет оплата через бюджетные фонды, бюджетные деньги, деньги нашего города. Как я уже говорил неоднократно, дорога вся проходит через частные земельные участки. И, конечно, при том, что есть как минимум 4-5 альтернатив другой дороги, тут же никто не настроен на конфронтацию. Все понимают, что если уже построили эту морскую симфонию, эти коттеджные городки возле моря, то проезд к ним нужен. Вопрос в том, что это сделать наиболее экономно для городского бюджета, не затрагивать природу, не уничтожать парк юности. Я вам скажу, вы молодые, конечно, ребята, многие не знаете. Вот стоит пушка, фрегат «Тигров». В 1854 году Крымскую войну погиб. Я, как одессит коренной, всегда думал и знал, что это где-то было в районе 16 фонтана. А это непосредственно в 200 метрах от берега моря был потоплен этот фрегат, и снята эта пушка, которая стоит перед нашей мэрией. Да одно вот это место уничтожать и прокладывать дороги, оно не лезет ни в какие ворота. Немножко про вариант дороги через начать и подстроительство. Как минимум четыре варианта есть. Второй морской, мореходный переулок, бывшая трасса здоровья сверху, которая по верхнему склону проходит. Не говоря о том, что с восьмой фонтана уже тоже есть дорога за Киваловскими домиками. Как минимум четыре варианта проложить дорогу, более экономные, не затрагивающие ничьи материальные интересы, но, может быть, кому-то будет неудобно. Не говоря о том, что с восьмой фонтана уже тоже есть дорога, но, по крайней мере, не будет уничтожен. Как минимум четыре варианта проложить дорогу, более экономные, не затрагивающие ничьи материальные интересы, но, может быть, кому-то будет неудобно между чьих-то вилл или особняков будет проходить дорога, но, по крайней мере, не будет уничтожен парк. Спасибо.